Девочка-пай 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 Добрый вечер! Девятая студия Ура! Совсем чуть-чуть остается До начала выходных А до Нового года еще меньше Максим считает до Нового года Я хотя бы до выходных Откладываем все свои дела И все, начинаем, друзья, кайфовать Потому что рабочий день мы считаем, что окончен Максимально все Вы уже закрыли на ключ дверь Уже едете в автобусе или в такси И смотрите нас А в группе Девятка ТВ Киров Там есть пост с прямой трансляцией Вот именно через нее вы нас уже и смотрите Кого вы смотрите? Алену Милину? Максима Кропотова? И огромное количество людей Которые еще сегодня появятся на экранах Которые расскажут вам много интересного Интересного, полезного, веселого, забавного И все мы вместе будем общаться Ура, друзья! Ну что, сегодня мы у нас готовы с вами пообщаться На тему вопросов вечера Что вы раньше делать не умели А сейчас делаете хорошо Я вот так вот раньше не умел делать Рассказывайте о своих суперполезных навыках Надеюсь, что у вас они намного круче, чем у Максима Возможно, вы чему-то научились уже в этом году Возможно, в этом месяце Возможно, только что Навыки, которые вы приобрели Возможно, какие-то суперумения В общем, рассказывайте, показывайте Все это интересно Хвастайтесь, как говорится, в полную силу А почему бы и нет? Сегодня можно хвастаться В группе Девятка ТВ Киров Есть пост с прямой трансляцией, как я говорил Под ней есть комментарии Вот туда вы пишите Мы выбираем по традиции лучший комментарий И одариваем вас подарками Мы такие вот эдакие Деды Морозы До Нового года В Новый год пусть приходит он Остальное время за нами Что подарки? Во-первых, у нас есть вот такой вот сертификат На 500 рублей в оптику Хороший подарок, кстати, друзья Вот так, предновогодний А еще, друзья, мы вас хотим пригласить На новогодний вечер Который пройдет уже 31 декабря В 20.00 будет начало Вы можете прийти вдвоем Если вдруг еще кто-то не знает, где отметить Новый год То пожалуйста Вот вам такие новогодние билеты Между прочим, в один из гастроресторанов нашего города Мы уже спланировали вашу новогоднюю ночь Это ли не счастье, это ли не радость Поделитесь своей радостью Наберите номер 351404 И попадите к нам в прямой эфир Расскажите все, что вас беспокоит Или все, что вас радует Возможно, вы голосом сможете передать Что-то новое, чему вы научились В этом году Также передавайте привет и поздравления Уже можно начинать кого-то поздравлять с Новым годом Если он, например, живет не в Кирове А где-нибудь в Вятских полянах То, я думаю, нас там смотрят 100% Слободской, Кирово-Чепецк Все это можно передать через нас Да, а еще, друзья Вот я сегодня хочу, знаешь, пятница Хочется, чтобы вы немножечко попели Поэтому можно нам позвонить, спеть песню Возможно, подарок сразу же вам идет Хотя бы чуть-чуть Знаете, вот хочется, чтобы пятница была песеной Мы можем еще заказать какую-нибудь песню Какую ты песню хочешь, чтобы нам спели? Знаешь, любая Любая для меня будет от рад души Ребят, а я заказываю «Белая ночь», которая опустилась Кто хочет попеть, у нас такое Девятая студия караоке Открывается сегодня уже пятница Мы так решили Ну что, также, друзья, у нас для вас еще есть классная новость Подарки мы разыгрываем не только в эфире Но и на протяжении каждого дня нашего вещания Не только в девятой студии, но и вообще в эфире Девятка ТВ Что нужно делать? У нас началась охота, друзья Охота за подарками Вы смотрите эфир И как только вы видите, как волшебный тигр крадется И несет с собой QR-код Вы тут же достаете свой телефон Наводите его на QR-код и попадаете к нам в сообщение Тигр, между прочим, не один приходит Он приходит со словом «дня» Какое-то оно одно волшебное Каждый день оно разное И связанное с зимой или с Новым годом Вы тут же это слово, которое вы видели на экране Пишите в наших сообщениях И автоматически становитесь участником розыгрыша подарка дня Каждый вечер мы определяем победителя А также, друзья, вам каждый день присваивается определенный номер Они не обнуляются каждый день Они идут по нарастающей И чем больше номеров у вас есть Тем больше шансов у вас в конце этого месяца Получить главный подарок Какой, пока не скажем Но он реально крутой В итоговом подведении 31 декабря будет грандиозный розыгрыш охоты Так что, друзья, участвуйте каждый день Выигрывайте и побеждайте Ну что, все мы вам рассказали Все показали А давайте уже начинать веселиться Радоваться и отдыхать Сразу я хочу тебя спросить, Максим, знаешь ли ты, что такое мнемотехника? Мнемотехника? Да А, к сожалению, нет Тогда прямо сейчас я предлагаю попробовать изучить этот вопрос Вместе с Никитой Ильиным Между прочим, он попробовал снять усталость с рабочего дня С помощью мнемотехники Давайте посмотрим Друзья, всем добрый вечер Меня зовут Никита Ильин И мы продолжаем курсировать по интересным местам нашего города Сегодня мы пришли продолжать развиваться И будем заниматься скорочтением Естественно, я не профессионал Сегодня у нас в гостях А вернее, мы в гостях у интересного человека Тренер по скорочтению школы Васильевой Международной школы Людмила Аркадьевна Людмила Аркадьевна, здравствуйте Добрый день Расскажите, пожалуйста, что это за место И что такое вообще скорочтение и мнемотехника? Основная цель нашей школы – скорочтение, управление информацией И мы все педагоги являемся тренерами этой школы Потому что на своих занятиях мы тренируем мозг человека Заставляем его работать в полную силу Я человек, который никогда этим не занимался Попытаемся узнать, насколько вообще работает мой мозг Я надеюсь, что все ок Какие вообще есть механики упражнений, чтобы заставить мозг работать? Мнемотехник таких достаточно много Придумали их древние греки Наши же ученые в современном мире доказали, что применение этих методов, этих техник эффективно до сих пор Попробуем сейчас определить уровень нашего внимания на данный момент Внимание у нас характеризуется концентрацией внимания, переключением внимания, распределяемость внимания Как мы с вами умеем это делать? Вот дается такой листок В каждой строчке 10 символов Мы выделим 3 из них особым вот таким вот подчеркиванием, зачеркиванием Вот этот символ так, этот символ кружочек, этот символ подчеркнем, а этот пропустим Дойдя до конца строчки, вы обязаны повернуться и идти в обратном направлении И так с змейкой работаем в течение 1 минуты Начинается путаница Начинается путаница вот здесь и проверяться, концентрация внимания Но я заметил, что нужно просто успокоиться Конечно, как в любом виде работы У вас 106, у меня 151, за вычетом 3 символов, которые не вошли в минуту Подводя итог, можно сказать, что у вас весьма неплохой результат Ура! Сейчас дам вот такую таблицу, которая состоит из 9 клеточек На которой вы посмотрите, в каждой клеточке какая-то картинка нарисована И попрошу вас воспроизвести то, что было Вот эти же 9 клеточек, напишите первую букву каждого предмета, который здесь был Это все, что я запомнил пока 4 Это произошло потому, что вы не владеете техникой запоминания А техника здесь следующая Техника достаточно простая Мы ее называем небылицей Однажды бабочка летела, устала и села под лампу отдохнуть И нашла там хлеб Съела и полетела дальше А вы вторую историю сочините небылицу Гельфин плавал возле отеля, пока люди пили коктейли Вот сейчас вы все 9 картинок остановите, воспроизведете Вспоминайте мою историю Божья коровка забралась в кровать и конфеты Я запомнил Я запомнил все 9 картинок, слушайте, удивительно Прием техники Изначально, да, я пытался запомнить просто картинки, что нарисовано Совершенно верно, а это прием, это техника Мне еще нравится, что это все в форме игры Это абсолютно все в форме игры Вся жизнь это игра Вы сейчас, глядя на слово, которое записано здесь, у себя на листочке, пишите слово ассоциацию Вот сколько ассоциаций вы придумаете за минуту Это будет показатель оперативности вашего мышления на данный момент А теперь проверим показатель вашей памяти Как вы по своей ассоциации воспроизведете первоначальное слово Можно его не писать, а только называть Смотрите на свое слово и называйте то, которое было здесь Операция 7 Килька 8 Сцена 9 Восток Восход Восход Минус 9 И как узнать результат? Хорошо это или плохо? Результат у нас как бы все время сравнен Так Потому что вот мы же с вами сравнили первые наши упражнения Вы уже увидели прогресс То есть чем больше вы придумываете ассоциаций Тем лучше оперативность вашей памяти Я честно скажу, когда мы шли сюда Я представлял, что такое развитие своего мозга Я думал, это сейчас будут скучные цифры И скучные подсчеты Но, как говорится, игры мы любим в любом возрасте Неважно, это взрослый или ребенок Это очень увлекательно Я хочу снова в это поиграть Я хочу снова собраться, может быть, со своими друзьями И проверить, кто из нас больше знает ассоциаций Ребят, если вы никогда не пробовали То стоит прийти и хотя бы один раз для себя попробовать Желаем вам успехов Огромное спасибо за полезный урок Ребят, еще раз повторяюсь Приходите, попробуйте И вам, надеюсь, понравится Меня зовут Никита Ильин Всем пока, хорошего вечера Вот так вы можете развить свою память Между прочим, в игровой форме Никита проверил, ему понравилось Я думаю, что вам тоже Поэтому ищите мнимотехников Пусть они вас обучают Ну а прямо сейчас у нас будет в эфире наш коллега Константин Салтанов Собственной персоной Костя, привет, как дела? Здравствуйте, здравствуйте, девятая студия Как дела у тебя? Готов ли ты к выходным? Все замечательно К выходным, естественно, готов Ведь пришел в пятницу на девятую студию Целый час провел как праздник И потом со спокойной душой улетаешь в выходные И ожидаешь вот этой минуты Надежды юношей питает, чтобы в пятницу прийти снова И снова с вами повеселиться Костя, расскажи, пожалуйста, что ты раньше не умел делать А сейчас делаешь хорошо Вот так вот классно делаешь Ну, наверное, все-таки танцевать я начал чуть получше, чем раньше Потому что регулярные тренировки Как вы можете видеть и замечать постоянно Они присутствуют И, что называется, немножко тонус появился И двигаться я стал чуть-чуть поживее Я сейчас переживала за елку Потому что ты начал двигаться, и елка вместе с тобой Вместе со мной, да Она все чувствует и понимает Константин стал пластичный, как Багира Вот так вот Ну пока что как Балу Нет, как Багира, я настаиваю Хорошо Будем ожидать очередной урок, как от Константина Да, он будет У Кости получилось, у вас тоже Ну а прямо сейчас, Константин, с чем ты к нам пришел? Да, в среду приходилось новостями шоу-бизнеса Но буквально за эти два дня Снова налетело Подвалило, скажем так, интересного материала Поговорим о шоу-бизнесе Сегодня будет одно звездное признание Поговорим об одном легендарнейшем возвращении Ну а начнем, к сожалению, несколько с такой служки дегтя В этой сладчайшей бочке меда Под названием российский шоу-бизнес Ну давай, да, лучше начать с плохого А закончить хорошим Закончим очень хорошим Итак, стали известны подробности Бракоразводного процесса Между Григорием Лепсом и его женой Если кто-то не знает Да, спустя почти что 20 лет семейной жизни Григорий Лепс и его жена Решили развестись Я сейчас просто представил В день их развода будет играть песня Это самый лучший день Заходил когда-то, когда Григорий, видимо, что-то назовел Заходил сосед Потому что все считают, что инициатором, катализатором этого расставания Стали именно его поступки, его какие-то действия Но это ладно, это мы оставим на их совести Нас интересует не это Нас интересуют детали Нас интересуют детали, да, в частности Ну куда без этого Нас интересуют денежные некие подробности Итак, как же будет делиться возможное имущество Даже до этого уже добрались дотошные журналисты Примерное состояние Григория Лепса Оценивается, шутка ли, в 1 миллиард рублей То есть сейчас у него недвижимости И различных активов у него на такую сумму И все вот это имущество было нажито в государственном браке Соответственно, супруга имеет полное право На половину этого всего имущества Отчипливать 50% Да Помимо этого, Лепс является совладельцем бренда оптики Ресторана и ювелирного дома Также у него есть предприятие фермерской различной продукции Различных напитков И целый продюсерский центр И вот это все Вот это все На все это претендует его жена Пока что непонятно, собственно, воспользуется она этим правом или нет Помимо этого, есть две квартиры в Москве Одна из них в центре это 300 метров Достаточно серьезная недвижимость Квадражная Да, 300 квадратных метров А также присутствует несколько домов в Италии И вот эти вот дома в Италии представляют Как доносят нам журналисты самую большую ценность вот в этом вот миллиарде Прикинь, я надгам Ничего не надо Может быть и такое Потому что Я пойду Да Может быть и такое Что Не будет она претендовать А может быть Поговарю так, что Не будут они пока что оставаться Потому что Такое состояние Его делить Это очень много И возможно Григорий Лепс Одумается Я не знаю Я не плачу Мне что-то в глаз попало И вернется, так сказать С повинной С прощением к своей даме Которая уже прощала его измены не раз Ах он Да Да, да Вот так вот Вот осуждаю Вот нельзя изменять женам Никогда Ну вот такой вот он Экстралагантный, темпераментный мужчина Ну что с него взять Новость Да Новость номер два Про возвращение легендарное Нет Мы сейчас поговорим о звездных признаниях Я уже просто готов Я даже знаю про что ты расскажешь Ну возможно Максим Давай пока не будем торопиться Звездные признания Итак Леди Гага В очередной раз призналась В неких Очень теплых чувствах Брэдли Куперу Мы с вами уже об этом Как-то раз говорили Тогда была Лене очень не нравится Тогда была новость Про Ирину Шейк Что там возможно Какое-то возвращение Но вот Леди Гага На волне нового успеха Все мы знаем Что вышел новый сериал С ее участием Под названием Дом Гуччи Фильм Фильм А фильм вышел Ну Тут я немножко Поторопился Вот вышел новый фильм С ее участием И как она призналась Что старт Именно актерской карьере Леди Гага Дал непосредственно Брэдли Купер И скажем так Благословил ее Потому что В 2018 году На премии Оскар Они очень тепло Варковали Да Очень тепло Варковали Флиртовали И тогда И уже тогда Появились некие слухи О том Что Брэдли Купер Действительно расстается С Ириной Шейк И Леди Гага Она Ну как сказать Послужила катализатором Но Этого Но потом Оказалось Что всего лишь Это было Дружеское Теплое общение И общались Они действительно На тему Актерского Мастерства Леди Гаги И Леди Гага Сказала Что Она будет продолжать Советоваться Несмотря ни на что Ни на какие Пересуды Она будет продолжать Советоваться С Брэдли Купером По поводу Своих дальнейших Актерских движений То есть Они на Оскаре Варковали Так ну давай Быть или не быть Быть или не быть Да Быть или не быть На что Брэдли Сказал Не верю Давай еще что-нибудь Придумаем Может быть Я покажу тебе Как я целуюсь Вот так И потом Я играю Последительно Ирина Посмотри пожалуйста Красиво целуемся Да Возможно было и так Ой Ну не знаю Короче Я тут Алену поддерживал Тогда И поддерживаю сейчас Ириночка держись Мы за наших Мы за наших Ну и К бочке меда Естественно Легендарное возвращение Ожидается Оно уже Свершилось А я думал Ты про матрицу Ну Максим Не надо торопиться Это же Лазарев И Это Лазарев И топалок Да Свершилось Это легендарное возвращение Спустя почти 20 лет Воссоединение Дуэта Смэш Произошло Это были кумиры Всех девчонок В начале нулевых Я думаю Что даже Алена Александровна Была грешна И где-то дома Хранится плакатик До сих пор у нее Нет Нет Сразу говорю Что нет Как раз Алена по рэперам была Да Все понятно Ну то есть Леголайз Бэдби Альянс Все вот эти товарищи Ну ладно Что Рэп новости 6 Да Свершилось Вот это легендарное возвращение И воссоединение И не просто На словах Но они подтвердили уже этой новой песней Новым клипом И в конце большого интервью Которое они дали Вот буквально на днях Они Не уклонились от вопроса О возможном концертном туре Они не сказали нет Но они не сказали да Они всего лишь Ну так сказать Парни заскучали в общем Да Некий орел туманности Навели на свою будущую Совместную карьеру Вот И таким образом Мы ожидаем Ожидаем Очередного Какого-то звездного тура Возвращаются Смэш возвращаются Ребята Вышла Матрица Киану Ривз вернулся к роли Нео Почему об этом никто не знает Максим в следующем году Он вернется к еще одной легендарной роли Возможно Вот что я могу сказать Нет уже анонсировано точно Про Лазарева могу понять Точнее зачем ему это Я не могу понять Про Топалова понятно У него там Все не очень хорошо У Лазарева У Сережки Это зачем На волне этой Девичьей любви У него и так Что называется На старых дрожжях Снова вернуться Да Максим Как бы это ни звучало На старые рельсы Вернуться И прокатиться Еще раз Катком По всей России Надеюсь Для кого-то Это хорошая новость Мы будем Следить Девятую студию Максим Сегодня просто Все новости На всех новостях Ревел До слез Константин Что ты делаешь Ну что Со мной И сердечком моим Кость Огромное тебе спасибо И хорошего тебе вечера Мы прямо сейчас будем ужинать Надо же хоть как-то Максимом взбодрить Да Вот это да Рецепт ужина Всегда его Как говорится Приводит в тонус Добрый вечер Меня зовут Зубков Роман Я шеф-повар Сегодня с вами на ужин Мы приготовим Радужную форель С запеченным картофелем Для этого нам понадобится Радужная форель Картофель Красный лук Сливки Сыр Дорблю Специи Шпинат Помидоры черри И зелень Начнем мы с подготовки овощей Для этого картофель Мы нарежем кубиком Картофель у нас нарезан Теперь поставим На разогретую сковороду На разогретую сковороду Мы отправляем Жариться наш картофель Для того, чтобы картофель У нас красиво подрумянился Первые минуту-две Его лучше не мешать А пока наш картофель Подрумянивается Мы нарежем красный лук Картофель обжариваем До румяной корочки Со всех сторон И только потом Закидываем красный лук А теперь для нашего гарнира Мы подготовим Сыр Дорблю Его мы нарежем кубиком Когда наш картофель Подрумянился Его можно посолить И добавить немножко специи Когда лук подрумянился Можно добавить шпинат И сливки Ждем, когда сливки закипят И добавляем сыр Дорблю Пока наш гарнир готовится Мы поменяем доску И начнем разделывать рыбу Форель у нас уже потрошенная Но нам нужно вырезать хребет Делать мы будем это Через спинную часть рыбы Выкладываем нашу подготовленную форель На противень Теперь осталось Замариновать рыбу И выложить на нее гарнир Нашу рыбу мы замариновали Солью и орегано Осталось добавить картофель Осталось запечь нашу форель Для этого мы разогреваем духовку Либо параконвиктованта До 180 градусов И отправляем ее туда На 5-7 минут Наш форель готова Осталось все выложить на тарелку И красиво украсить Оформлять мы будем Долькой лимона Помидоркой черри И свежей зелени Наш ужин готов Сегодня это запеченная форель С картофелем и шпинатом Всем хорошего вечера И приятного аппетита Приятного аппетита всем тем, кто сейчас собирается ужинить Или возможно уже это делает Прямо сейчас будем читать ваши комментарии Напоминаю, что вопрос вечера звучит у нас так Что вы раньше не умели делать А сейчас сделаете хорошо Отлично Великолепно Это как в караоке Вы поете великолепно В общем, заходите к нам в группу Девятка ТВ Киров Там есть пост прямой трансляции Там есть комментарии В комментариях оставляете свои ответы За это получаете подарки Во-первых, у нас есть два подарочка для вас Первое Это сертификат в оптику Очень, кстати, хороший и полезный На самом деле подарок Не знаете, что подарить на Новый год? Пожалуйста Ну а также мы начали уже планировать Вашу новогоднюю ночь У нас есть два билетика в один из гастробаров Гастроресторанов Гастроресторанов нашего города Где 31 декабря Можно будет провести новогоднюю ночь Вот так вот Вдвоем сходили И, как говорится, в ресторан У кого еще нет планов на Новый год, пожалуйста? Это же такая романтика Отвезти девушку в новогоднюю ночь В ресторан А не искать, где отмечать Новый год Как раньше мы все Ищем хату на Новый год Ну что, прямо сейчас будем читать ваши комментарии Что же вы такое не умели А сейчас делайте отлично Поехали Максим Хакимов Крутить котлеты Убить крутить котлеты Знаешь, что в этот момент Да, я вот тоже представила Нет, на самом деле Фарш на котлеты Вот так Ольга Каковихина Не умела планировать дела Вот так А сейчас, видимо, умеет А сейчас, видимо, просто Лучшая в этом деле Светлана Лешко Вешать лапшу на уши Молодец какая Вы нам сейчас тоже вешаете Лапшу на уши? Или как? Анастасия Чикишева Не умела менять подгузники А теперь делает это С закрытыми глазами В спящем состоянии Следующий Это суперспособность мам Мам, да Далее Наталья Попова Раньше не умела говорить Нет Сейчас прекрасно С этим справляюсь А Ольга Леонидова Не умела готовить А теперь умеет Но до сих пор Не любит Далее Ирина Никулина Всем хорошего вечера Раньше Вообще не знала Что такое закатки Друзья Закаточки Наши А вот в прошлом году Ирина научилась Получает комплименты От мужа За вкуснейшие Маринованные помидорки И соленые огурцы Меня мама Так помидоры солит Приходите Угощу Очень вкусно Теперь пора Учиться тебе уже тоже Далее Юлия Андреева Всем привет Косички плести Сама себе научилась Вот так Оп Оп Как Аленушка Знаешь Серега Лимон Не умел тратить деньги Сейчас умею Татьяна Кротова Наши веселые ведущие Часов не наблюдают Мы с вами В смысле не наблюдаем Вот они Мы с вами Вот Вот Яна Торбеева Добрый вечер Научилась ставить людей В тупик Своими ответами На их вопросы О как Росший навык или нет Я вот сейчас даже не знаю Что ответить Меня поставили в тупик Этим ответом Артем Кудрявцев Добрый вечер Сейчас сессию сдаю Вовремя Хорошо и на отлично Видимо раньше А как же А как же Вот этот адреналин Когда все сдают Последний экзамен А ты вышел На зачетную неделю Еще только что Слава Бояринцев Валентина научилась Делать модульные Ориками И фотографии Есть Очень красивые Вячеслав У вас такая Творческая семья Творческая жена Вот Потому что Я как помню Вячеслав все время пишет Что его жена Что-то научилась делать Что-то делает Что-то производит Вячеслав Про себя напишите нам Вы для нас Ну вот Напишите нам стих Серега Лимон Не умел Не получалось По днем В связи с ночными сменами Сейчас умею Татьяна Кротова Научилась мастерски Делать ремонт Не прибегая К посторонней помощи О как Это вообще Очень хороший навык Я считаю Артем Кудрявцев Не умел Ставить себя На место другого Теперь могу И жизнь Стала счастливее Нина Дрявина Живу по принципу Нет предела Совершенства А это значит Что постоянно Видимо Что-то учится делать А вот карманный поэт Лет 25 назад тому Я девушек не понимал Сейчас я тоже не могу Хотя мудрее вроде стал Девчонок не понять Это особое Котые стихи Анастасия Закирова Добрый вечер Все что я раньше не умела Не умею до сих пор Вот как А Татьяна Закина Скандалит Вот так вот И далее Зара Ковт Раньше не умела рисовать шерстью А сейчас отлично получается Главное Очень успокаивает Такое рисование И такие красивые картины Мы видим Меня успокаивает Это рисование А вот кота Немножко напрягает Татьяна Закина Раньше не умела быть мамой А теперь вроде Неплохо выходит Молодец И друзья Серега Лимон Еще научился делать Алмазные картины Вот оно что А карманный поэт Недавно Где он нашел алмазы Недавно попробовал Открыл Знаешь эти Месторождения Месторождения В Кирове где-то Недавно попробовал Карманный поэт Рисовать Кисточку и краски Не брал в руки Со школьных уроков Рисования И вроде неплохо получилось А там друзья И мог И картины Потрясающие И пишет стихи И пишет картины Будем и так Сергей Кудрявцев Не умею я всем врать Людям это не понять Приукрасить лишь могу Что такое Не пойму Так Баттл поэтов начался Да И научился выступать На публике Еще Артем Кудрявцев Молодец А еще Ирина Тетенькина Раньше для меня Заплатить банковской картой В магазине Было непривычно А теперь в личном кабинете За кружки сына За коммуналку плачу Не выходя из дома Какая молодец И еще Мария Головина Не умела ездить на коньках А теперь научилась А Серега Лимон Научился жить посредством Посредством парень живет На как бы Не стремиться пока Ни к чему большему Просто посредством Неплохое умение Умеет еще делать уколы И друзья Я вот хочу научиться Делать уколы На самом деле И Вячеслав Бояринцев Пишет нам Что напишет стихотворение 20 декабря В свой день рождения Без афиши Ждем в понедельник И Юлия Царегаровцева Не умела отгребать от себя Сейчас научилась Вот так вот Вот это вообще Очень хорошее умение В нынешней жизни В нынешних реалиях Да Ну а сейчас мы спросим Чему научился наш гость Потому что двери Девятой студии Как всегда открываются Для того чтобы познакомить вас С новым Интересным человеком Дамы и господа Встречайте сегодня В гостях У девятой студии Руководитель турклуба Буревестник Иван Сабанцев И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашему гостю Девятой студии В Новый год собираетесь это сделать? Ну, в Новый год, наверное, буду семьей все-таки проводить, а тут мы недавно приехали тоже с ребятами из пещеры, то есть в эти выходные ездили. Так что у нас уже были... Что за пещера? Да, расскажите. Пещера российская в Пермском крае. Не очень сложно, но возил студентов им попробовать спелеотуризм. А, эти известные пермские пещеры. Красные натеки различные и так далее. Интересно же, есть что посмотреть. Круто, круто. Расскажите, пожалуйста, а как вообще началась вот эта любовь к скалолазанию, к пещерам? С чего все началось? Ну, все началось, наверное, со спортивного туризма. То есть в седьмом классе я пошел в секцию на областной станции, то есть заниматься спортивным туризмом. То есть там различные байдарки, походы. И постепенно это уже выросло там в горные походы. И там начали заниматься на скалодроме с ребятами, ходить тренироваться. И потом это перешло вот в занятия уже альпинизмом. То есть там более серьезные скалолазные маршруты стали ходить. Немножко ледовазы начали заниматься, иметь подготовку ледовую для альпинизмских маршрутов. Ну, так вот втянулся. Сейчас какая самая, возможно, высокая вершина? Какое самое главное достижение? Ну, не знаю. Но я в свое время успел закрыть второй разряд по альпинизму. То есть это уже относительно такие горы, как говорят, где уже надо лезть. То есть там, например, значок, там третий разряд по альпинизму. Это условно там почти все пешком идет. Где-то чуть-чуть подстраховаться, а подлезть не такое сложно. То есть на второй разряд надо уже посложнее. То есть там и страховку надо уметь грамотно организовывать, там в связках работать, там на различных рельефах грамотно работать. Главное достаточно быстро, чтобы успеть там вовремя пройти и не схватить холодную ночевку где-то на горе, что не очень приятно. Что такое было у вас? Ну, у меня нет. Ну, как бы, есть коллеги, которые так проводили ночь, сидя где-то там... У костра. Просто не успеют. А нет, не в гостров. Ну, там на высоте, как бы, 4-5 тысяч там лед искал, в лучшем случае. Так что там у костра не отогреться. То есть сидят в пучку где-нибудь, в лучшем случае там накроются какие-нибудь... Спас одеялом, если есть. И ждут, пока солнышко выйдет. Там же даже тяжело дышать. Ну, это вопрос акклиматизации. Конечно, чем выше, тем как бы воздух у нас более разряженный. Но в целом, если есть акклиматизация, то это все нормально. То есть, если, конечно, там... Ну, до таких высот, словно говоря, до 7 тысяч, а тому, что выше 7 тысяч, там уже, конечно, совсем тяжело работать. Какие вершины вам уже покорились? Ну, из известных, можно сказать, Элебрус. Ну, как бы, на самом деле, несложно горасли по классике восходить. А ходили мы и в Теншане, там горы более интересные, там, изыскатель, тикитор. Ну, такие вершины, они более техничные с точки зрения альпинизма, более интересные. Ну, это более высокогорный район, мне, например, даже больше Кавказа понравился. Ледники покруче, там немножко район сам по-суровее. Хорошо, у нас есть видео, я предлагаю прямо сейчас посмотреть, как это происходит вместе с Иваном. Я забуду все, что рисовало мне-то выгодами. Попробую узнать, что значит счастье без феррори. Для этого нужны лишь пара ног и глаз. Я должен научиться быть живым здесь и сейчас. Впервые выйду из подъезда, не стандарт маршрут. Блин, забыл часы. Ладно, ведь меня нигде не ждут. Ну, а какая разница, вторник или пятница, когда навстречу тебе улыбаются. Вы это видели, какая красота. И это все даже сквозь камеру, это уже красиво. Вы это видели своими глазами. Скажите, для чего это вам? Вы идете туда для того, чтобы вот этими видами насладиться, может быть, проверить себя. Что это для вас? Ну, это можно сказать, да, комплексный процесс. Это, конечно, во-первых, очень красиво по горам путешествовать. Во-вторых, тут можно и себя проверить, и своих товарищей, с которыми ты идешь в горы. То, чего стоит. То есть, стоит ли потом с ними где-то продолжать ходить в горы и так далее. Но обычно... Сцепки, да, стоят ли с ними? Связки, да. Обычно у нас как бы очень дружное отделение получается. Приятно вспомнить восхождение, как ходили. Какой самый необычный момент был? Или самый странный, страшный, может быть, из всех походов? Ну, странный. Или самый запоминающийся. Ну, неприятно, например, когда гроза где-нибудь, она на гребне застает, там начинают скалы, начинают звенеть, гудеть, железо начинает. То есть, надо побыстренько сваливать нынешний, чтобы не поймать молнию где-нибудь. Как бы это не очень приятно. То есть, ко мне пады, конечно, не очень тоже приятная вещь. То есть, надо стараться где-то эти же проходить. А ко мне опасные места там или утром, пока подморозило, пока не сыпят там, или там смотреть. То есть, ну, как бы город достаточно вещь опасная. То есть, там, техника безопасности надо там строго соблюдать. Хорошо, вопрос у нас есть. Альбина Смехова, скажите, лучше гор могут быть только горы? Ну, да. Тут в Сосе уже все сказал, добавить нечего. Хорошо. Спрашивает еще. Ретроград Киров. Что сложнее, покорять горные или карьерные вершины? Ну, не знаю. У меня, наверное, карьера сложнее. Горная, как-то там все проще. Там просто идешь. Пойдешь, работаешь, там все понятно. Карьера, в том числе человечество, за мои отношения не все равно все сложнее. Татьяна Кротова, а кто обычно у вас разрабатывает маршрут? Ну, альпинистские маршруты мы ходим, то есть, стандартные. То есть, есть классификаторы районов. Там на каждую гору есть, например, по такому-то времени у такой-то категории маршрут. То есть, как бы, в зависимости от квалификации группы, они идут уже по подготовленным маршрутам. Конечно, уже более опытные альпинисты могут там свои прокладывать маршруты. Они их там классифицируют, могут свое название дать там. По сложности себе еще могут создать, да? Ну, да. Ну, как бы сейчас альпинист уже дошел, давно идет в техническую сторону. То есть, все такие классические маршруты, на большинство вершин пройдены. То есть, сейчас я ищу там по какой-нибудь стене покрутой, по каким-нибудь карнизам, нависаниям, ну, такие уже ищут приключения, можно сказать, все. Хорошо. Ну, что, есть еще вопрос. Ваш личный рекорд? Личный рекорд, не знаю, сквозь. Ну, в тысячах метров. В тысячах метров отель Брус. Это сколько? Ну, 1600 копейками метров. Сколько вы часов туда добирались? Не, ну, там, в принципе, там же ходят не снизу, то есть, там, базовый лагерь. Мы стояли там в районе Приют-11, около 4000 метров. То есть, надо, ну, там, чуть больше полутора километров надо набрать. То есть, это, ну, там, ну, часов шесть, там, подхода. То есть, у нас реклиматизация позволяет. Ух! Ну, там, кто вот с этой, ну, эти скайрайнинги, там, вообще бегут, там, очень быстро есть соревнования. По скоростному подъему? Да, вот на Лебрусе же каждую весну проходит соревнование, то есть, экскурсной забег на Лебрусе. Там, кто готовится, они там очень шустро забегают, ребята. Ничего себе! Ну что, друзья, к этому разговору мы еще вернемся. Прямо сейчас будем отмечать День тленового сиропа. И у нас, как всегда, есть на десерт для вас очень интересный рецептик. И оно будет. Привет, друзья, с вами Юлия Липунова и полезные сладости. Сегодня международный праздник – День тленового сиропа. И в честь этого праздника я предлагаю вам сделать оригинальный рецепт именно с этим продуктом. Для рецепта нам потребуется мука из зеленой гречки, ее можно заменить на овсяную муку, масло, кленовый сироп, который мы используем в качестве подсластителя, и орехи кешью. Смешаем все это в блендере до однородной липкой консистенции. Масло кокоса. Я его не растапливаю, оно размягченное к умолтной температуре. Орехи кешью. После стружки кокоса добавляем кленовый сироп. И измельчаем до однородной липкой массы. Масса измельчилась, она стала достаточно липкой. Это определить можно по комкованию. Видите, получились такие комочки. Остается разложить ее по формам и утрамбовать в форме печенья. Рецепт рассчитан на 6 порций, поэтому нам потребуется 12 ячеек. Эти 12 ячеек мы потом будем слепливать между собой. Нам нужно распределить на одинаковое количество. То есть сначала распределяем, а потом начинаем утрамбовывать. Сейчас надеваем перчатки и утрамбовываем. Очень важно утрамбовать их как можно плотнее, чтобы после того, как мы достанем их из формы, печенье не распадывалось. Основа под печенье готова. Осталось сделать для нее начинку. А начинку мы будем делать из кунжутной пасты, кураги и, конечно, кленового сиропа. Для начала я поставлю для растопливания масло какало. Масло растопилось. Смешиваем масло, кунжутную пасту и замоченные абрикосы в блендере. Абрикосы предварительно нужно замочить. У меня курага сорта шоколадный. Она самая вкусная, самая полезная. Именно ее мы используем для начинки. Ну и в качестве подсластителя, конечно, кленовый сироп. Если курага у вас очень сладкая, то часть сиропа можно заменить на обычную воду. Добавляем немножко соли, чтобы нейтрализовать излишнюю сладость. И начинаем взбивать до однородности. Посмотрим, что получилось. Масса очень однородная. Она похожа на абрикосовое пюре. И ее можно раскладывать для начинки на основу печенья. Раскладываем эту массу на половинку печенья. Мы берем первую половинку печенья. Достаем ее из формы. Она липкая, прекрасно держит форму. И закрываем ее то, что у нас получилось. Сейчас я отношу это в морозилку для полного застывания. А пока печенье застывает, подготовим для него белую глазурь. Печенья застыли. Остается их декорировать. Для декора я приготовила стружку кокоса, чтобы придать ей яркий желтый цвет, смешала с порошком куркумы. Растопила белый шоколад в пропорции с подсолнечным маслом, чтобы он не так сильно застывал. Остается обмакнуть печенье в шоколад и декорировать кокосом. Берем то, что у нас получилось, обмакиваем в белый шоколад и затем декорируем стружкой кокоса. Украсим остатками кокоса вверх. И печенье уже готово. Такое вот оригинальное печенье у нас получилось. В составе зеленая гречка, кунжут, абрикос и, конечно, кленовый сироп. Я надеюсь, что рецепт вам понравился. А я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего вечера и приятного аппетита! Ну а мы продолжаем. Сегодня обсуждаем и скалолазание, и спортивный туризм. У нас в гостях Ивана. И мы сегодня задаем ваши вопросы, которые вы пишите в группе ВКонтакте. Яна Торбеева спрашивает. В художественных произведениях альпинизм преимущественно пропитан романтикой. А есть ли место романтики в горах в реальной жизни? Конечно, есть. Мы с моей женой, будучи, ходили в горы вместе. Сейчас у нас дружная семья. Может, еще и в горах и познакомились? Познакомились мы в турклубе как раз. Горы сплочают. Не, ну как бы еще в советское время была такая интересная подговорка. То есть альпинизм — это школа мужества, а туризм — это школа мужества. А, вот оно что. Вот так вот. Девчонки, кто там? Наш старый оператор заулыбался. Хорошо. Татьяна Зыкина спрашивает. Иван, мы с мужем обожаем велопрогулки. Есть ли какие-то интересные маршруты по области, места, которые обязательно стоит посетить? Не, ну, места у нас, конечно, есть красиво, но на некоторых надо уже далеко доехать. То есть, например, до Великолецкого можно за день, в принципе, доехать. На Великолецкого там особой проблемы нет. Куда-нибудь до Советского, но тут уже надо подготовку. То есть можно там 150, ну, доскал там фигануть за день. Взять машину, велосипеды на машину, куда-то приехать и там вот прокатиться. Какие лучшие места? Можно на вот эти же. То есть, если сухая погода, то есть в районе этих же скал там нормальные полевки по сухой дороге, там можно там где-нибудь доехать, оставить машину на трассе, там покататься. То есть, где-нибудь искал где-то часовой, либо там где вот Буржатский водопад, в принципе. Потом куда-нибудь еще там выбираться. На Великолецком, вот, например, от Кирова просто ездили велопоход все время тоже. Ребят, поезжайте в Кирс, там тоже классно. В общем, места есть, можете написать, как раз Ивану расскажет. Серега Лимон, видели ли вы сход лавины? Ну, практически каждый выезд была где-нибудь наблюдаем. Страшно? Ну, как бы, со стороны это не очень страшно. Я вот знаю, что альпинистов обучают, как вести себя, если вас накрыл лавина, то есть там их прям зарывают в снег. Не, ну там есть курсы лавиной подготовки, но на самом деле это тоже там очень от удачи зависит. То есть, если как бы, хорошо, если как бы тебя видели, где ты там, например, пропал, или там есть там биперы и так далее, ну, оборудование. То есть, которое тоже не самое дешевое. Ну, летом-то там менее, такой вопрос, а вот страшно. Ну, их меньше все-таки там. А зимой, это да, проблема. То есть, где-то мы, например, на Полярный Урал ходили в поход, то есть там где-то под конец похода у нас там просто снега побольше выпало. Мы так посмотрели, посмотрели на склоны, пойдем-ка мы из района пока показывать. Приедем летом. Не, ну там большую часть прошли, думаю, ну лишних приключений зачем все искать. Пойдем на выход. Правда, главное безопасность. Да, это самое главное. Еще спрашивают, встречали ли вы снежного человека? Да, очень хороший вопрос. Не доводилось. Не доводилось, хорошо. И еще, какие самые большие сложности в занятиях туризмом? Бывает ли это опасно? Ну, про опасность мы уже поняли и все такое. А вот сложности самое главное. Не, ну, конечно, это все равно, если более-менее серьезные походы ходить, надо выносливо тренировать, то есть где-то специальную технику, то есть если ты там водным туризмом занимаешься, надо там уметь читать воду, то есть различные там, как пороги проходить, грести уметь, то есть достаточно физическую подготовку в воде уже. Если идешь в горы, то технику скалолазания, ледолазания там, то есть технику страховки, ну, то есть в зависимости от вида деятельности, там есть своя специфика, которую надо лучше постигать постепенно. И по руководствам там инструкторов или тренеров с достаточным опытом. Если вы собираетесь в будущем стать альпинистами, туристами, ОБЖ, изучайте. А Сергей Токаров, какова потеря веса при одном восхождении? То есть серьезно можно худеть? Вот так вот. Не, ну, народ худеет, да, если особенно долго они работают, там, ну, в зависимости от комплекции, ну, даже там худые люди могут там килограммов пять потерять там за несколько недель сборов. А если там по-сильному там упираться, то как бы можно, да, там на лицо некоторые прямо худеют, хотя вроде дальше и некуда было, но вот. Ну, это потом тоже может возвратиться с нескольким избытком, то есть в зависимости от организма, то есть он терял экстремально вес, потом он начинает запасы делать, то есть тут как бы это перегружать тоже. Ну, что ж, друзья, прямо сейчас мы с вами узнаем, какие фильмы вы можете посмотреть уже в этот уикенд, смотрите, выбирайте, ну, а после вернемся и будем подводить итоги, дарить подарки. Брэндон Кристенсен представляет фильм ужасов «Зи». Восемилетний Джош не особо общается с одноклассниками и ровесниками, поэтому родители не удивляются, когда мальчик заводит себе воображаемого друга по имени «Зи». Джошуа, я с тобой разговариваю. Тебе нравится? Это «Зи». Но вскоре безобидные игры в солдатике сменяются внезапными вспышками насилия. Джошуа отстраняют от занятий в школе и после происходит кошмарный несчастный случай с сыном маминой подруги. И что еще ужасней, кажется, «Зи» не такой уж и воображаемый. Триллер «Обратная связь». Популярный журналист Джарвис Долан ведет ночную радиопрограмму под названием «Суровая реальность». Он заработал репутацию на резкой манере общения и новостях про звезд. И грядущий эфир собирался начать с раскрытия публики очередного скандала. Но в этот вечер все пошло не так. В студию вламываются двое вооруженных неизвестных в масках, и у них свой план ведения передачи. Мы задерживаем эфир. Надевай наушник и начинай сначала. 17-летняя Виола играет в футбол лучше, чем любой мальчишка. Когда футбольные тренировки для девушек отменяются, она решается на отчаянный шаг. Выдают себя за брата-близнеца Себастьяна. Живя в образе юноши, Виола влюбляется в своего соседа по комнате Дюка, который в свою очередь влюблен в студентку Оливию, а Оливия очарована Виолой, не зная, что она девушка. В день решающей игры Виоле остается одну – доказать, что она настоящий мужчина. По крайней мере, на футбольном поле. Смотрите в воскресенье в 21.00 на Девятка ТВ. Ну что, друзья, эти фильмы вы можете посмотреть уже в этот уикенд, а прямо сейчас мы еще пару вопросов успеем задать Ивану. Юлия Царегородцева, повторите, пожалуйста, это звание клуба. Ходит ли с вами медик? И вообще, как вам попасть? Какой у вас маршрут? В общем, все спрашивают. Сколько килограммов должен быть рюкзак? Итак, можно ли просто обычному человеку, не студенту вашего вуза? Ну, просто каким-то мероприятием у нас бывает открыто, можно присоединиться, то есть, если вуз где-то поддерживает студентов снаряжением, проездом на транспорте, железнодорожном, например. То есть, ну, также вот у нас, например, выпускники ходят с нами, то есть на них за свои средства присоединяются. То есть за компанию можно присоединиться? За компанию, да, ну, как бы, если мы немножко, наверное, потестировали там физически, или где-то там подучим, если будет возможность. Потому что не все такие вещи у нас простые бывают, мероприятия. Но в целом, да, можно присоединиться. Есть там мероприятия, вот у нас привыченческая гонка там открытая. То есть у нас для студентов, но там есть зачет, что можно, где все желающие принимают участие. А можно к вам лично обратиться, и вы какой-нибудь маршрут построите людям, чтобы вдруг... Немного кому-то, если очень интересно, да, можно ВКонтакте написать. Так что, друзья, пишите. Ссылочка как раз на Ивана есть. Ну что, прямо сейчас будем дарить вам подарки, друзья. Ура! Пятница начинается отлично просто. Начнем с оптики, кто же у нас сегодня заберет подарок. Сергей Лимон на сегодня был активен, поэтому сертификат отправляется вам. А также у нас есть два билетика, друзья, на 31 декабря, на потрясающий новогодний вечер. Мы поздравляем Юлю Царегородцеву, вы отправляетесь вдвоем. Вот так вот. Это вам такие подарочки. Ну что, как вы будете пораздновать Новый год, уже знаете? Может быть, в горах, не знаю, экстремально как-то? Семьей? Нет, я в семье буду пораздновать. Все понятно. Самое время для тех, кто весь год, как говорится, был в разъездах. Тот, кто покорял вершины, конечно же, самое время встретиться с семьей за уютным столом. Мы вам желаем только успехов, только вперед. Пусть все те планы, которые вы ставите перед собой и, конечно же, перед вашими учениками... Покорение новых вершин в следующем году. Да. Обязательно. Ждем и влезем. Пусть будет все максимально безопасно для вас и с потрясающими видами. Пусть погода вам обязательно благоволит. Ну а с вами сегодня были мы, Максим Кропотов и Алена Милина. Всем хороших выходных. Увидимся с вами в понедельник. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok